Добрый день, уважаемые любители рыбалки! Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как я делаю необычную снасть и необычный монтаж крючков на макушатник. Чем он необычный? Он необычный тем, что на одном стволе находятся два крючка. Это очень полезно, так как один крючок может подцепить наживку, а на другой крючок шарики накладывают. И, естественно, наша наживочка всплывет на дно. Это очень-очень полезно. И оно приносит свои результаты. Я в одной из последних рыбалок уже показывал этот монтаж. Сейчас вы посмотрите его. Поймал только что подлещика. Вот обратите внимание на вот этот монтаж. Два крючка. Один за другим. На одном шарик. На другом горох. И кукурузка чесночная. Ну что, давайте приступим. Обычно я беру шнур 0,20-0,25. Давайте, чтобы было нагляднее, сделаем наш монтаж из кордовой нити. Вначале крепится нижний крючок. Почему именно нижний крючок? Потому что я попытался вначале привязать верхний крючок, а потом нижний крючок. Но получилось плохо. Почему плохо? Потому что я не поймал расстояние. То, которое мне нужно. От нижнего крючка и до верхнего. Просто завязываем нижний крючок. Любым известным узлом. Отрезаем нужное количество шнура. И крепим верхний крючок. Ну, я специально взял большой крючок, толстый шнур, чтобы было как-то нагляднее, чтобы было понятно, что мы делаем. И вот смотрите, вот когда нижний крючок стоит уже, а верхний мы подводим, вот ловим вот это вот расстояние. Вот они друг друга не касаются, и между ними где-то, ну, наверное, сантиметр. Теперь наматываем, делаем 8 витков и возвращаемся опять же с противоположной стороны жала. Ну, это обычное безузловое соединение. Такое, как мы применяем при бойловых соединениях. Вот получился вот такой вот монтаж. Вот это, в принципе, так оно и должно быть. Теперь, чтобы вот этот узел у нас был более-менее правильный, мы сюда поставим термоусадку. И термоусадку осаживаем над паром. Все. Двойной узелок. Петелька. Наш поводок готов. Вот так вот. Вот он поводок, который работает по карпу. Ну, конечно, это образец, это сменить и крючки. Ну, давайте мы сделаем теперь поводок, как положено. Для этой цели я беру крючки бананы. Почему банан? Потому что банан лучше зацепляет при волосяной оснастке. Ну, и сам банан всегда там применяют. Или, смотри, или потом, если обычный крючок, то надо термоусадкой играться. А здесь у нас термоусадка сильно и не поиграешься. Потому что крючок идет вторым. Отрезаю какое-то количество шнура. Ставлю второй крючок. Вот как они должны быть. Один за другим. И четыре, и четыре, и четыре, и семь, и восемь. Восемь раз. Доматывай шнур. Возвращаю голову. Вот такая вот получается конструкция. Очень даже уволист. Теперь Оставлю туда кусочек термоусадки. Оставлю туда кусочек термоусадки. Теперь определяю, сколько мне надо длины. В какой длины должен быть поводок. Я обычно делаю так, где-то сантиметров 10-12. Делаю двойную нуду по пятерке. Вот здесь Этот кончик я оставляю и распушиваю его потом. Получается вроде бы как дополнительная мушка. Эй, у меня такое. поводок теперь макушатник делаем как обычно отмеряю сколько мне надо лески продеваем ласочком хвост в конце делаю штук шесть узлов вот этот кончик узла до окончания я делаю чуть подлиннее почему для того чтобы легче было просовывать муку все получился наш макушатник сюда надеваем наш поводок и 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 вот и все вот такой монтаже я вам хотела рассказать теперь на один крючок у нас идет шарик на другом наша нажилка она быстрее работает быстрее срабатывать будет лучше рыбу все будешь здоровы не хвоста не чешуи а